АПЛОДИСМЕНТЫ Даша, ты друбилась сегодня? И даже раньше. Здравствуйте. Здравейте. Я Даша. А я Даша. И немножечко хочу рассказать о том, какая моя жизнь была до того, как я пришла в церковь. И скажу, Мауку, ты расскажешь, как вы любили животное приведение до утира на церковь? Ну вот, мне только стукнуло 22. Встану на двайсе. Дверь. А, на двайседве. И я знала, что моя жизнь начнет вот именно в этом возрасте коренно меняться. Я не знала, где я нахожусь. Какой у меня этап в жизни. Я ушла с любимой работы и не знала, как я буду зарабатывать. У меня все разваливалось. Всичко все разрушало, что у комен. Вот, ну кусочки буквально, все, все развали. На парчета, всичко. Я паниковала. Аз бяхув паника. Я упала в депрессию. И бяхув депрессия. У меня было вот это вот, знаете, самобичевание. Вот, что я там. Не могу, что ли. Вот это вот, всего такое вот. Аз много такая... Самоусыжданная махутра в себе си. Я очень себя критиковала. Много критикувала в себе си. И я действительно не знала, что будет. Вот, что будет дальше. И не могла никогда представить, какого, что будет след това. И мне было очень страшно. И много се плаших от това. Потом брат Алексей. След това... След твремя брат Алексей. Привел меня сюда. То меня довели тук. И как-то потихоньку я начала вливаться вот так вот. Я начала ходить по воскресеньям в церковь. Я начала ходить по воскресеньям в церковь. Да, только раз в две недели. Само в однишно две седмицы. Ведь раз в неделю слишком много. За что-то в однишно оставиться вещи при колену много замен. А потом в один момент... И в один момент... Оказалось... Указывается... Что не много. Че не много. А мало. Хочу больше. Искамошный поводчик. У нас появились вечерние молитвенные собрания. Появились вечерние собрания. Двух срядом. И на одном из них. И на одном из них. Вот собираем это. Пока вот я стояла, пела. Стоях и тут там. Пях. У меня было видение. И имах видение. Как? Ну, представьте себе такой... Ну, самый простой рисунок клетки. Вот как животные там сидят. Там было черное, черное изображение девушки. И там еще черное изображение. Я вижу, как эта девушка начинает выходить через прутья. Но она держится руками. Вот так вот держится за клетку. Она их убирает. Потому что обжигается. И снова держится. Все равно как-то пытается, но не получается. Упитывается, да се махнет, да се получало. В этот момент. В тот же момент. Видно, как большая белая фигура. Ну, Господь Бог наш. Он появляется над этой клеткой. Появился и над тази клетка. Он разрушает. Как в фильмах, знаете. Като в фильме ты разрушала тази клетка. Разрушает. И потом, Господь, я спрашиваю. А вот кто это? И после питам Бог, кой это ты? Это ты. Отвечает он уверенным голосом. И Томи казва, тваси ти. Я така, ого. Я сниму, вау. И в этот момент. В тот же момент. Просто у меня по всему телу разливается вот эта вот любовь. И след това цяло любовь започва да ути в цело то ми тело. Он вот так вот меня обнимает его большими такими вот руками. И Томи прогрешна со своими големыми рецами. И я почувствовала ту любовь. Ну, честно, никогда в жизни такого не чувствовала до этого. Потому что, ну, любовь Иисуса Христа, она самая сильная, которую мы только можем испытать. Жизнь в любви Иисуса Христа это... Даже не описать словами. Ну, вы все знаете прекрасно. Если до этого ты был разбит, на дне размазан тряпочкой по полу, то, когда Христос показывает тебе, что Он тебя любит, ты чувствуешь себя человеком, ты чувствуешь себя, ну, самым крутым. И започнился да се усещаешь като човек, както... Усещаешься като добр човек вече. И Господь начал менять мою жизнь. И Господь започнал да променя живота ми. Как я вам объяснила? Страх будущего. Имах страх от будущее. Вот так вот, вот. Все, изменил. Вече всичко е променено и нямам този страх. Любимая работа нечем заниматься? Вече нямах любима работа. Все, мне Господь показал... Ну, буквально мне предложили работу. Вот так вот оно само появилось. И это вече имам работу. У меня была очень неприятная компания людей, с которыми я общалась. Имах неприятная компания на хората, с който общувах. Ну, скажем так, мне она тогда нравилась. Сейчас ты понимаешь, что не надо было с ними общаться. В Господе Иисусе Христе я получила друзей. Самых верных на всю жизнь. Най вернете. То есть Господь, Он меняет твою жизнь по щелчку. И Господь променяет живота, если такая из одной, что можно променить на полную живота. Ему только нужно дать шанс это сделать, принять его в сердце. Сказать, что Господь Иисус Христос, мой Господь. И все. И все начнется, все чудеса. Я сама, честно, я думала, как это оно так произойдет. Я сама с чудеса, как можешь, сечку давать, с случаями. А вот происходит. Ну, то с случва. Так что вот, я предлагаю каждому, кто хочет. И предлагаю нам всякий какой-то иск. Провозгласить Господом Иисуса Христа. Провозгласи Господь Иисус Христос. Можем потом остаться на молитву покаяния. Можем после этого оставить на молитву покаяния. И вы можете принять Господа в свою жизнь. Можете допрямить Иисус в свой живот. И у меня еще отдельно такая благодарность. Я прям почувствовала во время проповеди вот это вот все. Что вот Господь, Он же действительно умер за то, чтобы мы с Вами жили вечно. Это же, Он пожертвовал собой, ушел на крест. Ну, что может быть круче? Такой поступок. Кто-то из Вас может такое совершить? Только Иисус Христос. Сам Иисус Христос. Спасибо Ему большое. Мы благодарны Тебе, Боже. И много Тебя благодарим. Спасибо Вам большое. Благодаря им. Аминь.